Почему костюм? Почему вам хочется костюм? Потому что Шампусский и Кривический музей располагают в полном объеме тот костюм, который он дал в нашей территории. Есть отдельные вещи, отдельные предметы, но подлинного, полного комплекса костюма, который выдавал у нас в XIX веке и начале XX века, у нас на сегодняшний день. Шампуляне, которые посещают наш музей, задают много вопросов. А вот как делилось? А вот как делилось мужчины? У нас мужского комплекса, то есть вина, причем отсутствует. Экспедиции, которые мы ездим, нам не удается собрать этот костюм. Опять же, есть отдельные вещи. Есть сарапан, есть юбка, которая перешита из некогда выдававшего сарапана. И хотелось бы увидеть этот костюм, но ранний период. Мы знаем, что он был очень интересный. Мы знаем, что он был очень богатый по своему содержанию. И это мы знаем из собрания, опять же, эту информацию получаем из собрания других музеев, из каких-то иллюстраций. А вот потрогать, пощупать его, прикоснуться к нему, увидеть в полном объеме, для нас сегодня представляется возможным. А вы видели сами полностью шенгурский костюм? Или вы действительно его никогда и в своей жизни не видели? Вот что я видела, это я видела, опять же, костюм в собрании Российского энергетического музея. И было очень завидно. И очень хотелось, чтобы каким-то образом появилось у нас нечто. Это могла бы быть или выставка, которую нам предоставили любезно коллеги. Но на сегодня это невозможно. Видела я в собрании наших музеев, в собрании Архангельского областного энергетического музея. Вот. Такую выставку мы уже пробовали организовать, это был свадебный костюм. Ну, самая богатая коллекция, это, конечно, теоретический музей. Как же так получилось? Почему его нет? Вот. Что случилось? Почему нет? Ну, потому что наш музей достаточно молодой, 90 лет. И коллекции комплектовались в то время. Акцент делался не на костюм, а на вещи бытовые, то есть это христианские бытовые вещи. Вот. Костюм, поэтому он получился не полный. Экспедиции сегодняшние уже говорили, что собрать практически невозможно. Вот. И потом много угодилось. То есть собиралось в 50-е годы, попадало много в частное собрание. И мы знаем о том, что действительно в частное собрание костюм есть. А вопрос, который очень часто задают, а почему нельзя взять? Ну, вот сарафан у вас есть, вот рубаху сшили. Почему нельзя взять и собрать костюм, из чего есть, и поставить его? А там однозначно не хватает вещей. То есть, если брать какой-то праздничный костюм, то... То есть не хватает вещей, а из чего делать сбор, из каких вещей. Ну, а если бы они у вас были, вот можно так поступить? Если бы они были, то мы, конечно, его и выставили. Это был бы экспозиционный уже вариант, который могли посмотреть все наши жители. Вот. И сегодня это невозможно. То есть, речь идет о том, что мы можем, либо изучив фонды других музеев, создать этот комплекс, либо попросить любезно представление этнографического материала на выставку. А вот, допустим, если нет этнографии, является ли реконструкция, да? Вот насколько она является ценной для музея? Ведь это же новый новодел, это вещи, сделанные как бы сейчас. То есть, в чем ценность новодела для музея? Ну, как музейщики могут сказать, что новодел — это обязательно проработанный этнографический материал, это 100%. Вот. И для нас, если он действительно основан на документах, на подгниках, то я понимаю, что этот новодел будет соответствовать нашим представлениям о старинном костюме, о том старинном костюме в домашнем, в XIX веке. Поэтому он для музея является оптимальным вариантом для показа. Как вы думаете, для города вот это событие? Я думаю, что для города это будет очень большое событие. И мы к этому имеем большое желание, чтобы это сделать, чтобы это найти. Это для нас будет открытие. Нам нужен действительно такой полный, полный костюм, чтобы сложилась картина. На сегодня картинки полный нет. То есть, можно получить информацию, чтобы был вот такой гормон, вот что-то такое носили на ногах. Вот здесь были фартуки. Вот здесь вот... Это все отдельности, да? А нам нужно сложить как пазл, картинку, чтобы у нас костюм... У людей было общее представление. Да, это шелковский костюм, и мы можем им гордиться. И последний вопрос. Представьте, что у нас все получилось. Вот все, что мы сегодня придумали, представьте. Прошло два года, и вот все, что мы сделали, все сбылось. Что вы чувствуете? Мне пока очень хочется в это верить, хочется думать, что так и будет. Еще не остановиться на полпути. Сегодня мне страшно от того, что вот, как это все сделать. Но меня греет очень, что это очень, идея очень, очень интересная. И мне хочется, чтобы ее никто не перехватил. Она осталась за нами. Спасибо. Это было прекрасно.